доброе утро друзья сегодня я решила снять очень очень необычный влог но пока вот показываю во сколько начался мой продуктивный день хотя я уже много чего поделала и встала я сегодня в 7 утра сейчас расскажу почему а начну с завтрака вы помните да я впрок себе готовила это ленивая геркулесовая каша помните да я ее делаю с семенами чья тогда у меня не было йогурта делала на кефире и мелко нарезанная клубника замороженная конечно вы можете себе сделать намного более эстетично выглядящую кашу если вы не будете сразу добавлять клубнику а положить ее на тарелочку сверху но мне если честно нравится так клубника отдает свой вкус получается ну вот то что мы любим когда продукт несет какую-то как это называется ароматическую ароматическую составляющую любимая водичка и свою добавочку свой кальций я уже выпила с утра первым делом потому что вчера я обо всем забыла а почему я забыла я все-таки сейчас расскажу а от каши меня плавно перенесло на воспоминания о моей кошки глафира глаша глафира андреевна два года назад она ушла из жизни по возрасту прожила она с нами 24 года 24 в здоровье практически в уме но конечно уже последнее время у нее начались некоторые старческие слабости наверно не стоит уточнять и кошки и собаки и люди они все испытывают одни и те же старческие ну как сказать слабоумие ой я когда думаю об этом я думаю только бы со мной такого не было у меня фанатичное поклонение я фанат своей внучки у меня практически везде находятся ее фотографии на стеллаже на комоде на стенках на холодильнике в общем везде везде а вот глашина у меня одна единственная фотография и даже фотографии которые я хранила в телефоне и не собиралась телефон выбрасывать телефон так сломался что он не подлежит восстановлению и не по не подлежат восстановлению те материалы которые были сохранены в нем увы увы это дочка мне распечатала на принтере фотографию которую я ей один раз посылала именно с целью чтобы они мне ее распечатали для настенного портрета так вот к чему это я сейчас точно расскажу никак мне не удается дойти до темы для которой я собственно говоря затеяла сегодняшние съемки видео это продолжение фанатизма как сказать я фанатею по своей внучке у меня внучка увлеклась творчеством и вот мне подарила две такие картины это по моему на 8 марта или на новый год а на новый год да вот это значит такая стилизованные кисти сирени насколько я понимаю это первое ее серьезнейшая работа то есть рисует она с самого детства рисовала достаточно много достаточно неплохо но вот так чтобы задуматься и создание ну уже как бы достаточно осознанную взрослую интерьерную работу конечно это у нее по моему первая работа очень тонкое исполнение очень талантливое это холст и краски акрил конечно камера телефона не передает ну я буду обязательно еще рамки делать но пока они картины живут на нет наверное это все таки на мой день рождения они на новый год не важно главное подарок главное что она старалась и главное что мне нравится как она она творчески подошла к исполнению своей задумки и вот вторая работа это уже по моему заказу работа исполнялась я ей заказывала мне сделать какую-нибудь пейзажную работу и она прекрасно знает что я мало того что фанат внучки я еще фанат моря фанат воды и хотя я думала что она что-нибудь там горы сопки но это я предполагала но она очень разумно подошла к тому что видимо море и все связанное с морем и то что я вечно восхищающийся человек ах посмотри дорожка от луны ах посмотри дорожка от солнца она как-то видимо все таки смогла это у себя в голове собрать и вот такое жаркое заходящее солнце яркий желтый песок синее море ну все 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 как я люблю и наконец мы дошли до предметы своей нынешней съемки вчера у меня такой был шоковый момент без всякого предупреждения дочка позвонила в дверь я немножечко конечно как-то напряглась испугалась потому что неожиданные визиты но она предупреждала что она ко мне заедет но это все равно визит неожиданный если мы заранее не обговаривали что допустим посидим кофе попьем поболтаем или еще что обычно это бывает если случаются неприятности ей надо сбежать от дома например такие неприятности как у нас сильно сильно болел наш пёс мальчик кира она ко мне прибежала чтобы не рыдать дома посидела у меня порыдала пересидела поэтому я вот как-то давным давно еще наверное где-то лет двадцать назад очень отношусь так сказать трепетно к неожиданность неожиданностью потому что у меня сильно болела мама и всякие тоже вот такие неожиданные звонки неожиданные визиты я от них ничего хорошего не ждала и вот вчера пришла дочка из порога мне протянула что вы думаете упаковку памперсов ну это наверное не памперсы а пеленки я ни на что не обращая внимания начала вспоминать что же случилось и что я такого могла есть болтнуть что она подумала что мне пора уже пользоваться пеленками других мыслей у меня не было и только потом я заметила что она в свое пальто завернула вот эту вот прелесть эта прелесть оказалась абсолютно для меня как бы неожиданной я не ждала я не знала что она ищет для меня щенка я была в полной растерянности я до сих пор еще никак не осознаю этого факта потому что мы никогда не обговаривали мало того что когда-то я сказала что как бы не то что вот я хочу я горю я фанатею нет такого я тоже не говорила просто мы обговаривали что если я возьму собачку я возьму очень маленькую породу очень нравятся мне йорки нравятся тем что они не ленючие что они маленькие что они компаньоны а сами понимаете я живу одна поэтому мне нужен компаньон ну как бы как нужен ну вот многие люди и в основном компаньон если вы обращали внимание я часто повторяю что я мало стала бывать на улице после того как вот как бы отпала необходимость с понедельника по пятницу выходить из дома во что бы то ни стало в любую погоду да я иногда не могу себя заставить и мы обговаривали что такой компаньон очень сильно мне нужен для прогулок и конечно я это маленькое животное буду приучать прогулкам пока она совсем мало ей всего два с половиной месяца у нее сделано пока одна единственная прививка она проглистована через две недели мы запишемся к доктору поедем на вторую прививку заодно сдадим все анализы чтобы уже доктор подтвердил что собачка полностью здоровая пока как видите она существует в походных условиях то есть я ей бросила свой халат даже не бросила я вначале в этот халат ее завернула чтобы таскать на ручках вот ну и вот как успокоение ее первая вещь с которой она столкнулась а тут просто одеяло свернуто в субботу привезут хорошую хорошую тепленькую лежаночку у нее обретется свое собственное место пока мы вот здесь существуем у меня уже вся квартира устелена пеленками он там он не знаю видно не видно под моим письменным столом пеленка вон там вот за креслом пеленка здесь я сижу на пеленке вот пеленка дальше пеленка сзади меня пеленка в общем комната полностью в пеленках почти полностью как ни странно я думала что этот факт меня будет сильно раздражать и удручать как ни странно никакого раздражения у меня нету значит несмотря на то что я очень сильно сомневалась что нет наверное не стоит брать никаких животных это абуза это забота я вся посвящена сама себе мне надо думать о себе о том чтобы худеть о том чтобы приводить себя в порядок но я смотрю что нет у меня не появилось раздражение у меня не появилась мысли ну почему она меня не спросила и приволокла эту божью творюшку ко мне в дом нет абсолютно нет я рада я счастлива я с удовольствием как бы уделяю внимание ну полного счастья у меня пока нет потому что прошло всего пол суток ночью она спала вот здесь вот на одеяле и на моем халате не пищала не скрипела вот она только начала немножечко немножечко выбираться из вот этого своего кокона потому что она очень трусила очень была испугана не мыла не лезла ко мне на постель не шумела не шуршала то есть абсолютно характер у собачки ну пока пока для первых половины суток пока характер абсолютно для меня подходящий вот она стала немножко уже посмелее вертится крутится скоро надо будет делать какие-то закупки потому что нету ни игрушек а еще дочка для меня заказала вольер чтобы я могла выходить из дома и закрывать это чудо-юдо в клетку чтобы квартира не была снесена напрочь это сейчас я думаю она абсолютно скромненькая и особо никуда не пытается залезть но все впереди привыкнет ну вот что я еще могу сказать пока имя 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 не знаю не знаю подсказывайте если не поленитесь напишите в комментариях какие имена вы предложили только сразу говорю я очень сильно не люблю имена такие как там я не знаю кассиопея миледи еще что-нибудь потому что я знаю что если миледи она у меня милкой будет если какая-нибудь кассиопеи каська будет поэтому я предпочитаю имена какие-нибудь ну как вы знаете у меня есть история с моим именем меня зовут нина когда мои родители так сказать меня купили в одном из роддомов ну я шучу конечно они долго долго обсуждали как меня назвать и мама говорила было очень много вариантов например папе что ли нравилось имя татьяна но мама категорически была против танька 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 вот там танюха ну в общем не нравилось ей им нравилось такое имя царское как ольга ну опять же им не нравилось оля олька лёлька вот эти вот все поэтому они долго я не знаю по моему месяца два я жила месяц и две недели точно я жила без имени потому что потом папа перепа получил перевод и нам срочно нужно было ехать а тогда очень строго было с документами когда я родилась и требовали резко чтобы детей регистрировали и вот меня зарегистрировали они сошлись на имени нина потому что его нельзя никак изменить и взрослая будет нина и ребенок будет нина и очень тяжело я знаю на своем опыте меня никогда не звали нинкой никогда по всячески даже не нелью звали даже не ноном звали но в жизни никто не сказал минка то есть вот такое вот заколдованное имя поэтому имя имя для малышки я бы тоже хотела какое то вот такое во первых она маленькая она не будет большая у нее очень маленькие родители не очень маленькие это не те выродки которых там стараются ну как из помета брать последнюю собачку для разведения чтобы получались мини бикини вот эти вот совсем блохи на нормальная средненькая будет собачка как положено быть йорку не 5 килограммов но до 3 она точно будет вот поэтому пока я говорю малышка 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 ну конечно малышка требует имени хотя бы для того чтобы начать ее дрессировать вот она уже осмелела уже грызет мои пальчики да игрушек пока нету надо будет приобретать вот нашла Ксюшин кошелечек туда набила ватные диски застегнула на молнию молнию намертво закрепила чтобы она ее не грызла но она тут нашла молнию от моего халата поэтому вот пожалуйста это я развинтила сувенирную ручку ну вот пока у нее зубы сейчас здесь я чем-нибудь замотаю или это обрежу вот так наверное обрежу пусть будет одна только корова ну то есть вот пока пока походные условия полностью походные что вы думаете я надумала кормить натурой не хочу мучиться с подбором сухого корма решила купить собачьи витамины для йорков и решила по науке кормить теплообработанными конечно что ей там надо 50 грамм еды-то и то это меньше пока вот вчера делала из яйца ну скрам был очень-очень разведенный ну вот я не знаю целое яйцо что она здесь съела сегодня на утро предложила творог со сметаной но пока не желает пописала она один раз ну и сделала серьезное дело я довольно сформированная аккуратненькая ха-ха-ха-ха что еще собачникам надо как пописала как покакала ха-ха-ха-ха вот так что вот такие у меня заботы теперь появились прямо в голове столько мыслей столько мыслей в общем жду от вас чего предложение имен жду от вас особенно от йорка владельцев как вы кормите только пожалуйста не пишите ни в коем случае на туру потому что я очень опытный собака-кошка вет у меня очень большой жизненный опыт по этому вопросу и я против натуры ничего не имею против лишь бы не кормили со своего стола этим супчиком из своей кастрюли поэтому у меня сейчас отдельная малюхонькая кастрюлечка варится для нее отдельного питания но хотелось бы все-таки советы и рекомендации еще интересует шампунька я сейчас конечно мыть ее не собираюсь я полазила на сайтах посмотрела конечно многие производители пользуются тем что вот написали шампунь для йорка и поставили три с половиной тысячи цену конечно мне такое и не по карману и как сказать ну и не хочется когда раскручивают просто название шампунь по названию породы я прекрасно знаю что есть недорогие приемлемые абсолютно шампуники которые будут и хороши для ее волосиков и собственно говоря не дадут никаких побочек типа там перхоти или шелушения или покраснения вот жду ваших советов жду ваших названий названий что-то я еще хотела спросить особенно спросить Ёрка владельцев будь у моего Лёшка а да название какого-нибудь приличного недорогого корма сухого который я куплю пакетик в качестве ну иди сюда иди ко мне иди ко мне скорее иди ко мне ну смотри ты уже почти слезла со своей подстилочки ты же без меня ходишь по комнате не страшно страшно такая рука топает к тебе прямо топает рука и почему мне хочется разговаривать с ней вот таким голосом ну в общем название какого-нибудь корма который я буду употреблять при дрессуре в качестве поощрения какой-нибудь недорогой но вкусненький которые йорки очень любят и за которые жизнь отдадут вот так что вот такие вот у меня дела я сейчас сильно такая вся в шоке вся в таких эмоциях готова хвататься за все что нам срочно искать одно срочно другое третье пятое десятое ну и сейчас пока вот я заказала чтобы ксюша в своем огромном арсенале игрушечном произвела какую-то эту как называется учет переучет в общем вот и подобрала мне какие-нибудь две маленькие игрушечки мягкие которые из хорошей ткани которые она не раздерет моментально и какой-нибудь хороший силикон у которого не выдираются ручки ножки и я знаю что йорки очень любят шуршащие скрипящие пикающие игрушки надо будет специально в магазине да да малиска 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 из-за малиски я даже маникюр не сделала вот друзья прямо готова показывать бесконечно но понимаю что это уже как бы переборчик но тем не менее буду вот сейчас это время но нет я не забрасываю ни готовку ни все остальные свои дела которые направлены на мою цель но с этой крошкой малышкой а какой тапочек страшный на тебя наступает буду вам показывать периодически все Продолжение следует...